Может ли педагогика вообще быть негуманной? Но что нам делать, если возникла негуманная педагогика? Она правда возникла. В школах сейчас господствует, властвует противостояние между учителями и детьми. Даже молодые педагогики, которые только что закончили вузы, идут в школах, они идут с авторитарным сознанием. Потому что педагогика, несмотря на эти перестроечные процессы и демократизацию, якобы, так, ничем не изменилась. На ребенка лучше нам иметь классический взгляд. А этот взгляд такой, ребенок – божье существо. Он приходит со своим предназначением в этот мир. Главная задача человека – это совершенствовать свой духовный мир, чтобы затем с этим богатством вернуться в вещьем мира. Это классические взгляды и идеи. Если вот так посмотреть на ребенка, искать из классических идей, то он уже вынужден не провозгласить другую педагогику, не теряя достижения педагогики сотрудничества. Люди ждут этого так же, как в середине 90-х годов педагогика сотрудничества оказалось то, чего они ждали. Еще пять лет тому назад родители, приходя на консультацию по выбору школы, спрашивали, какая школа лучше, где лучше программа, где интенсивнее они имели в виду, какой учитель построже, где проводятся дополнительные занятия, где есть там музыка, верховая езда, иностранные языки и так далее. Сегодня родители приходят и просят порекомендовать человеческую школу. Сегодня родители приходят и просят порекомендовать человеческую школу.